Соревнования новогодние, а потому и подготовка к ним особенная. Ведь медаль для спортсмена – это лучший подарок празднику. Ребята настроены только на победу. Конно-спортивный клуб «Кентавр» делегирует на костюмированное первенство по конкуру шестерых воспитанников. В том числе и начинающую 12-летнюю спортсменку Дашу. Девочка приходит на тренировку раньше всех, ведь в конюшне ее ждет любимый жеребец Абрек. Конно-спорт – это пока что моя жизнь. Я не знаю, кем бы я была, если бы не было конного спорта. Помимо сложных упражнений, большое внимание тренеры уделяют и, казалось бы, обычным элементам. К примеру, сегодня спортсмены отрабатывали подход к препятствию, от которого, как оказалось, зависит 50% успеха. В первую очередь приучаю детей и лошадей, чтобы не было страха. Для этого мы отрабатываем все элементы до автоматизма, чтобы мышечная память, в тот момент, когда отключается мозг, мышечная память продолжала работать и выручила садинка лошади. Тренеры клуба в перерывах между тренировками со спортсменами занимаются и дрессурой своих питомцев. Недавно в «Кентавре» появились новые жители. Это две американские миниатюрные лошади. Приобрели их с целью реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. На них не покатаешься, зато эти так называемые «карманные лошади» – идеальные партнеры по играм. А еще они справляются с ролью поводырей. Дружно в конюшне уживаются не только чистокровные арабские верховые скакуны. Компанию им составляет белокурая коза Маруся. У нее, как и у всех ее соседей, постоило масса задач. Она также считается штатным врачом-терапевтом для маленьких сочинцев с инвалидностью. Но на ближайший месяц у Маруси другие планы. Она как символ будущего 2015 года – главный участник всех предновогодних утренников. «Она абсолютно безопасна. Она ручная. С ней можно играться, можно ее гладить, кормить ее вкусняшками. Коза – прекрасное животное. Этот год должен быть замечательный, быстрый, как коза, ловкий и полезный во всех отношениях». К очередным соревнованиям здесь готовят и паралимпийскую команду. Среди ее членов уже есть чемпионы, но будут и разрядники, уверены тренеры. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.